Острого дня, господа нажиманы, с вами снова Алексей Пономарёв и наживая колонка Knife News. Челяба. Когда мы так говорим, мы говорим о что-то, о чём-то сильном, о чём-то стальном, несгибаемом и... таком прям... прям вот таком вот, челяба. В Челябе собран вот этот самый нож на Титане, на кнопочке, это автомат с титановой рукоятью, с клинками из А107, из Х12МФ, из Дамаска и ещё мастер анонсировал, что будет ещё что-то. Самый простой в Х12МФ стоит 6800 рублей. Не-не-не, вы не ослышались. Не 26800, не 36800, и даже не 16800, а 6800. Под этим видео стоит ссылка на тему на Ганзе, где он пытается набрать людей на проект, чтобы продать эти ножи. Завалите его, пожалуйста, своими заявками, потому что я-то внизу уже написал, что, дорогой друг, это всё фигня. Нужно этот нож ставить больше десятки, потому что 6800 он точно не стоит. Он крут. И если у вас есть возможность вписаться в этот проект, это всего-навсего 110 долларов за нож-автомат с титановой рукоятью, сделанный в России. Это пипец как круто. Я очень надеюсь, что у этого самого мастера появится ещё куча интересных проектов. Пусть они будут стоить 10, но они будут такие же качественные. Очень надеюсь, что ему повезёт, и он сможет выстрелить как большой мастер, как небольшая мастерская и как большая коллекционная ценность. Ссылка под этим видео. Там же в мастерской Гонзы увидел очень стремительный ножичек, которым вот заболел. Вот бывает такое, смотришь ножичек, и вот заболел. Узкий, стремительный и какой-то мрачноватенький. Есть в нём что-то такое, байки из склепа, что-то мрачное в нём есть, и это завораживает. Ж-10 рукоятка с металлическими проставочками, хищный тонкий клинок и очень подходящие кайдексовые ножны. Это большая редкость, когда узкий нож можно одеть в кайдекс так, чтобы это не напоминало мухобойку. А здесь мухобойку не напоминает. Очень вкусно, очень гармонично подобран нож и форма ножен. Получается абсолютно цельное изделие. Я всегда говорю, что ножны это полножа. Это очень круто, что мастер поймал, и вот такие ножны появились с таким ножом. Ну и конечно, этот нож ещё делает то, что на клинке стоит РЭК-121. Крутейшая столюка в крутейшей Балякоевской термичке. Написано, что термичил Алан Балякоев до 68 единиц. Конечно, Алановская термичка это круто. Конечно, РЭК-121 это круто. Но обычный начинающий нажиман слышит 68 и говорит, ах ты ж нихрена себе. И только потом лезет гуглить, что же такое РЭК-121 и кто такой Алан Балякоев. Короче, крутой ножик. Я запал. Мне нравится. Я бы очень и очень хотел такой себе в коллекцию. Буду думать, как заполучить. У меня уже практически закончились ножи под названием Панамарь. Надо как-то следующую реинкарнацию придумывать. Тактический кухонник востребованная штука. И уж это только доказывает ход от компании Кабар. Кабары вывесили вот такой замечательный тактический кухонник. Скорее хочется сказать, что это просто кухонник. Потому что тактичности тут не сильно много. Но он в кайдексе. Он на относительно тактической рукоятке. И это все-таки Кабар. Говорим Кабар. Подразумеваем военные действия. Забавный, компактный кухонник. Не самого большого, не самого маленького размера. С довольно дурным отверстием на части ближе к острию. Скорее всего, все-таки имелось в виду, что нужно его вешать на гвоздик. Где-то там, где вы тактически кухонничаете. Ну и, конечно, кайдексовые ножны с фактурой под кожу. Кайдекс он обычно такой шершавенький, простенький. А тут крупнофактурный цветной кайдекс взят. И фактура у него под кожу. Полное ощущение вот этого вот кожаного листа, который обнимает этот самый клинок. Наплыв сверху сделан для упора большим пальцем. Чтобы его можно было быстро выдернуть. И кого-нибудь быстро обсалатить, видимо. Вот. Ножчик мне понравился. Сколько стоит, не помню. Кажется, что 70 долларов. Но, возможно, вы меня поправите в комментах. Возможно, я ошибаюсь. Не суть важна. Кабары тоже делают тактические кухонники. Если им можно, то я тоже хочу. Друг нажиман, не забывай подписываться на мой канал. Вот здесь вот жать колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. И, конечно, подписывайся на меня в соцсетях. ВК точка ком слэш бруталиков. Вот такущая наживая группа без ворованного контента. Весь контент мы делаем сами. В первую очередь я. Во вторую очередь мои подписчики. Но только оригинальные фотографии. Большинство из них делается в день публикаций. Это круто. Это клево. Куча групп живут на ворованном контенте. Они просто скачивают фотки из инстаграма и считают, что они крутышки. Нет, друзья, это не так. Хороший контент это тот, который ты сделал сам. Подписывайся на группу. У нас клевая, живая, наживая группа на собственном контенте. ВК точка ком слэш бруталиков. Когда-то давным-давно с барского плеча подарил мне Сергей Межов нож водолаза. Нож водолаза от компании Кэмпо. Или Кэмпо. Я уж не помню точнее, как они назывались. Хороший такой водолазник. Тантоит огромный, тяжелый. Не дай бог на ногу уронить. Тогда я даже погуглил про этот нож водолаза. И даже думаю, клевый, хороший, да, спасибо. А тут мне присылают в личку. И я матом выругался. Нельзя на ютубе ругаться матом. Но мне кажется, что Кэмпо немножко обурели. Вот, это так называется. Потому что нож сапера, инструмент сапера они анонсировали. Возможно, этому изделию лет несколько. Но прислали мне его буквально позавчера. Я, если честно, немножко охренел от того, что я вижу. Это Лазерман Бэйв. С копипажженной, мягко говоря, полностью. И со вставками для всяких минометных дел. Вот этих вот нож минера, нож сапера. Вот эти большие толстые шилы и не шилы. Вот эти обжимки, которые тоже свистнуты еще с одного инструмента импортного. Для обжимки детонаторов. Для вот этого проминания отверстий в тротиловых этих шашках. И так далее. Блин, ну снаружи же это вейв. Ну по клинкам же это вейв. Ну что вы делаете? Вот что вы позоритесь? Нож водолаза был редкой сранью. Но было видно, что он российской придумки. И сделан вами. И сделан для нас. А здесь вы скопипаж... Свистнули в чистую. Дизайн, идею и все остальное. И наляпали сверху каких-то деталек. Которыми вы оправдываете, что это теперь нож сапера. Короче говоря, я в ужасе. Я возмущен. И есть, короче, у нас такая компания. Которая вот вместо того, чтобы сделать что-то умное и красивое. Тот же кот Ратник. Он собака ужасен и мрачен. Но он сделан вот из говна и палок. По-русски. А здесь свистнут в вейв икона мультиинструментов. И названо это ножом сапера. И названо это авторским производством. А уж сколько денег на этом попилили. Мне вообще страшно говорить. Короче говоря, я возмущен. Новая моделька от Real Steel. Индекс у нее 3001. И выглядит она вот так. У меня в новостях пару раз проскакивали новости. Новости, какие-то сюжеты про компанию Полтергейст. Это польский, насколько я помню, мастер. Который мелкосерийным производством занимается у себя в мастерской. Real Steel купили у него дизайн. Или уж там наняли его на пару недель, чтобы он что-то для них порисовал. И родился вот этот вот 3001. РРЦ у него 58 долларов. Небольшого размера ножичек. И будет он в черном виде и в оранжевом виде. Будет ли он еще в каких-то цветах, непонятно. Но пока на старте говорят, что будут черные и рыжие. Фрейм, G10. Я так подозреваю, опять Сэндвик. И что интересно, вставка из G10 под шпенек. То есть шпенек у него тоже фрезерованный. Прихреначенный в отверстие в клинке. Достойный, интересный. Real Steel по ценнику. Ну, на наши деньги 3600-3800. Он будет продаваться у нас в России. Интересный будет, блин, ножичек. Я Real Steel занимаюсь плотно. Надеюсь, у меня в ассортименте рано или поздно тоже появится. Ну и еще один нож от Real Steel. Уж пусть будет в новостях. Который, скорее всего, у меня не появится. Потому что я его уже на подлете не люблю. Просто не люблю. По нескольким причинам. Во-первых, это нож, который в моем мозгу призван конкурировать с моей белкой. Как вы знаете, у меня должна выйти белка. Я уже молюсь и не знаю, что я делаю, когда она выйдет. Теперь уже на осень все переносится. Рано или поздно я ее все-таки рожу. Родить белку еще тот труд оказался. А тут Real Steel выпустили рогач. Помните, в советском прошлом был такой нож рогачу. Который был экстрактор для гильз. Можно было стрелянные гильзы выдергивать этим самым ножом. Никогда не слышал, не видел, чтобы кто-то это использовал. Но типа фишка такая была. И нож рогач был очень популярный у советских подростков. Real Steel сделали рогач. Реально, это рогач. Вот 16-й и 12-й калибр, как и было в Советском Союзе. А дальше начинаются Финди Персы. У него титановая рукоять, хаотичный карбон на вставке в этой рукояти. У него сатинированный клинок, довольно крупный, с длинным долом. Видимо, тоже какая-то русскость присутствует в длинном кровостоке. И я такой думаю, блин, капец какой. Рогач выпустил Real Steel. И сейчас потеряю сознание. А потом смотрю ценник, думаю, да и хрен с ним выпустили. И в одно место во многих. Потому что это S35VN. Это Titan. Это Carbon. Это рогач. И ценник у него 300 баксов. Понятное дело, что как-то там дисконты туда-сюда. Но дешевле 220 же. Мы его точно хрен найдем. Даже на дискаунтерах где-то за границей. А российские продавцы его точно будут торговать в сегменте 250-350. И это же какой-то пипец. Китайский Real Steel. Из S35VN. Даже не из M390. Рогач. Я не знаю, был ли в соцлагере еще какой-то рогач. Потому что, ну вот, в Советском Союзе точно был. Нож из старины. С Titan. С S35VN. С порошком дешевле, чем M390. И с ценником 300 баксов. Нахрен они его сделали? Непонятно. Нужен ли он вам? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне кажется, чистый перебор. И с Sandvik. С остальной рукоятью. С пластиковой вставкой. И с ценником 50 баксов. С руками бы оторвали. 300 баксов за Titan и S35. Я, честно говоря, не понял. Вот такой вот Real Steel рогач. С вами снова был Алексей Пономарев. Рассказывал вам всякие интересные ножевые пономаревости. Смотрите меня два раза в неделю во всех мониторах страны. А этот выпуск со мной записывал мой летний ножичек, который со мной еще с зимы. Это Rike 801. Это нож на Sandvik на стальной рукояти. С вот такой анодированной клипсочкой и таким же анодированным шпеньком для открывания. Хотя шпеньком я не пользуюсь. Это флиппер. Я им флипаю, бахаю, хожу, выпендриваюсь. Каждый день он у меня в поюзе. Где-то что-то открыть, где-то что-то отрезать. И всегда быть под рукой. Компактный, легкий, плоский. И на летние льняные штаны самое то, что доктор прописал. Я его с зимы юзаю. Но полностью он открылся именно летом. Клевый, абсолютно клевый нож. На это лето точно это мой выбор.